Итак, 175 серия. Участок Мурманск-Магадан. Движение по трассе Лена, А-360. В данный момент движение происходит по перевалу Кит. Я буду немного комментировать, потому что во время движения этот грохот, который в салоне автомобиля, он забивает основной комментарий. И я сам не могу разобрать, что говорю. Так, участок в этой серии протяженностью 71 километр будет пройден. Периодически справа и слева по ходу движения тянется Амуро-Якутская магистраль Аям. Так, значит, буду потихоньку, понемногу отвечать на вопросы, на комментарии, которые поступили к этому времени. Сергей Трошин пишет, что-то быстро трасса Амур стала напоминать межрайонную дорогу в центре России. Я еще вернусь на трассу Амур из Магадана. И там буду высказывать свое мнение, свои комментарии относительно Кросс Автодора. Высказывания довольно жесткие, критика довольно резкая. Иначе нельзя просто. Работа Росавтодором проводится, большая. Но хвалить, захваливать я, захваливать Росавтодор я не буду. Я нашел в открытых источниках фотографии руководства Росавтодора в разное время. И тоже намеренных разместить, вставить в видео. Вот существует такое понятие, как ямочный ремонт. Сплошь и рядом, в обиходе, от Росавтодорожники, ямочный ремонт, ямочный ремонт. У меня возникает вопрос, что это такое? Откуда взялись эти ямки на асфальтовом покрытии? Я вот, например, не слышал, чтобы где-то в Европе или в других таких более-менее развитых странах существовало такое понятие ямочный ремонт. Откуда он возник? Возникают эти ямки. Ну, это нарушение технологического процесса, нарушение ГОСТов, САНПинов, СНИПов. Это или по незнанию строителей, дорожных строителей, или злонамеренное такое вредительство, чтобы дорога была постоянным источником, заработком для дорожников. Если это по незнанию, то каким образом проводился тендер? Так, ну, пошло асфальтовое полотно. Я на этом пока закончу, потому что комментарий из салона автомобиля не хочу перебивать. Могли бы сделать дорогу до Якутска отличный. Вот на каждый участок, там сколько? По 10-15 километров по одной бригаде. ГОСТОРАН ĐОМОЕТ Бензин составляет 6,8. Бензин составляет 6,8. Впереди вроде небо проясняется. Сейчас солнце появится. Местное время уже полдень, почти 11 часов. Да, почти 11 часов. Упало до 6-7. И расход бензина. Это спуск. И расход бензина. Какая-то экспедиция для обслуживающего экипажа. Тут вышку с левой стороны проехали. Может, телевизионная, может... Наверное, телевизионная, потому что никакой связи нет. Вот это... Где-то поиска. Здесь оставляет к... Впереди... И расход бензина. Впереди... И расход бензина. Бензина. И расход бензина. Продолжение следует... Какая-то надпись в лобовом стекле. Прошел на вгон. Продолжение следует... Но учитывая, что наверху этот багажник... Все-таки я думаю, что это экипаж... Репликатором создания... Каких-то... Каких-то надпись в лобовом стекле. Продолжение следует... Каких-то надпись в лобовом стекле. Продолжение следует... 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 6,6... Затяжной подъем... Опять, наверное, до 6,7... Затяжной подъем... 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 Все на улицу... Затяжной подъем... 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 Почти... Затяжной подъем... Затяжной подъем... Почти... Затяжной подъем... Почти... Затяжной подъем... 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 Продолжение следует... 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 Шесть двадцать километров, наверное, пусть едет. Там воды в сессии. Так. Сто семьдесят. На сто девяностом километре. И по спидометру смотрю. Николкин ключ. Ручей. Это что за эстакада? Нам, что ли? Ну и по всей вероятности. Шелезлова. Не знаю даже. Наверное, узкоколейка. Справа вышка связи. Мегафона как не было, так и нет. Ха-ха. 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 Продолжение следует... 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 эта пища для них. Почему дорожное полотно вышло из нормального состояния? Ведь кроме иных дорожников, строителей, которые всегда найдут причину просадки грунта, вечная мерзлота и прочее, все это чепуха. Есть, говорю, ГОСТы, СНЕПы, САМПИны, другие регламентирующие документы. Если их соблюдать, то никаких проблем с этими вопросами, как вечная мерзлота и прочее, не будет. В Канаде почему-то нет таких проблем. Хотя мы находимся на одной широте. Почему у нас такое происходит? Я не буду расшифровывать почему. вы сами прекрасно понимаете. Движение на таком участке, когда влажная погода, когда дождь прибивает пыль, не пылит дорога. это слышно, наверное, мои вздохи. Но когда дорога сухая, тут вообще кошмар творится. Пыль, столбон. Ну, это еще вам предстоит увидеть. Так вот, все карты в руки молодым прокурорам, которые хотят себя в жизни реализовать, построить карьеру. Вот им карты в руки. не все продается у нас, не все покупается. Ну, на эту тему я еще буду вести монолог. Буду обращаться к вопросу Трошина, который совершенно справедливо заметил, что федеральная трасса превращается в какую-то межрайонную дорогу. Вот сейчас смотрю, самого внутренности напрягается, когда вижу вот эти ямы-ухабы. Расход бензина 6,1. Расход бензина 6,1. Несколько лет назад я проезжал по трассе Лена. Это можете посмотреть видео Хабаровск-Якутск. Был перегон автомобиля. И где-то там не помню сколько серий, но примерно с середины начинается участок трассы Лена. И вот анализируя всю ту ситуацию, я пришел к выводу, что примерно тогда 10% трассы Лены была в хорошем и отличном состоянии. Сейчас и 90% была грунтовка. В общем, отвратительная была дорога. Но ехать можно было без проблем. Сейчас ситуация резко изменилась. Ну, как резко. Сейчас, например, на мой взгляд, процентов 10 дороги требуют ремонта. Процентов 90, на мой взгляд, эта дорога уже в хорошем и отличном состоянии. хотя за это время, которое прошло с моей прошло много лет. прохлад не проявится. Какая эффект не проявится. Дорога полотворенная. И ситуация должна быть гораздо лучше. Должна быть гораздо лучше. Дорога трассы Лена должна была, должна быть в идеальном состоянии. Интенсивность движения слабая, поэтому дорога бы сохранилась в очень хорошем состоянии. Ну ладно, в следующей серии, если будет грунтовка, она будет, я продолжу разговор на эту тему. Продолжение следует...